Книги Борисчит Книга Борисчит Книги Борисчит к следующему этапу своего плана когда он повелевает ною войти в ковчег ну и то что будет дальше вы в принципе знаете но об этом мы будем говорить когда будем разбирать следующую главу и так книг баришит бытие 1 глава 1 стих здесь записано такие слова на еврейском языке брюшит барай луим это шамаем в это интересно что каждый кто читает этот текст знакомый с новым заветом безусловно видит здесь параллель которая возникает если ты читаешь евангелие от йоханана 1 глава 1 стих в котором написано в начале было слово и слово было у бога и слова было бог в начале это слово которое находится там и там естественно поскольку евангелие написано на греческом языке и мы не можем точно знать как бы оно звучало если бы апостол писал на еврейском но вместе с тем начало здесь безусловно и когда мы толкуем вот этот текст евангелие от йоханана очень многие толкователи говорят о так называемом логосе который пришел в христианство из как термин я имею ввиду пришел христианство из еллинской философии мне не близка еллинская философия я конечно же всегда стремлюсь понять а как бы апостолы видели это чтобы они здесь могли прочитать или какое понимание здесь могло бы быть ну например иерусалимский торгум торгум это перевод ветхозаветных текстов на еврейский язык который был в израиле его иногда называют арамейским в израиле во времена до и прихода еще с некоторыми добавлениями толкованиями там агадот и так дальше которые туда вставлены для понимания того или иного текста и вот торгум иерушалами говорит о том что когда бог творил этот мир он использовал мудрость но собственно говоря это проистекает из притчей 3 главы 19 стихом где написано господь мудростью основал землю и утвердил небо однако я хочу обратить ваше внимание на то что написано в талмуде в медраше берешит раба написано что когда бог творил этот мир он имел перед очами тору свою то есть закон свой возможно вы знаете но на страницах священного писания слова тора имеет эквивалент двор что значит слово если буквально переводить то есть когда мы говорим тарат маше мы можем говорить также два рашем что значит слово божие который этот термин слова божие применим ко всей торе и я так думаю что апостол именно в эту идею и использовал и мы могли бы прочитать его слова таким образом вначале было таро и таро было у бога и таро была бог а поскольку мы с вами верим что мащех это воплощенное слово божие то тора воплотилась в мащехи здесь на земле вот такая здесь идея не буду глубоко об этом рассуждать у меня есть уроки посвященные этой теме но сейчас хочу чтобы мы поняли что безусловно мащех до в том виде в котором он был до своего воплощения он участвовал в сотворении этого мира и эта идея никоим образом не противоречит тому чему учит классический иудаизм дальше мы с вами читаем вторая первая глава 2 стих записано так земля была поразительно пуста и тьма была над пучиной и дух бога витал над водой здесь есть некая проблемка потому что используется слову айта тогу вагогу который у нас переводится как поразительно пуста в этом тексте пустынно в других местах это переводится дело в том что эти слова единственный раз встречаться на странице священного писания именно здесь и очень трудно в таких ситуациях понимать а что же они действительно значат что значит этот термин и существует огромное количество толкований на этот текст от мистических которые говорят что речь здесь идет от тех ангелах которые пали вместе с сатаной стали став бесами до идеи что по сути вот этот хаос который там был это некий такой строительный материал из которого господь все строил я не буду удаваться вдаваться в какие-то глубины здесь почему потому что я прекрасно понимаю что раз тексты единственный раз здесь упоминаются то единого понимания единственно верного понимания этого текста у нас наверное быть не может я хочу обратить ваше внимание вот на какой момент что то что там происходило это безусловно можно характеризовать как хаос как беспорядок да то в чем порядке ника не было и дальше мы с вами в конце этого стиха прочитали такие слова и дух бога витал над водой впервые на страницах торы появляется дух божий третий ипостаси бога и его активное участие в твори в процессе творения для меня тоже безусловно почему смотрите где дух святой мы ведь увидим особенно на страницах нового завета это многократно что дух святой приносит порядок приносит устрояет что-то в гуфом в теле ма машеха и в жизни каждого человека то есть он приносит седр отсюда кстати одна из важнейших концепций которую мы находим в иудаизме что порядок или может быть более так правильно сказать созидание требует прикладывать усилия вот почему я очень скептически отношусь к идее которые существуют у некоторых христиан что ну вот ты покаялся ты спасен и все и больше тебе ничего не надо ты можешь жить как жил практически на ничего не меняя своей жизни я в это не верю дух святой приносит нашу жизнь порядок он созидает в нашей жизни как мы видим что он активно созидал во времена творения и все дальше что происходит происходит с его участием и под его контролем так и в нашей жизни в жизни гуфа машех тела мессии он совершает это действие еще один момент на который я хочу сегодня обратить наше внимание связи с этой недельной глагол мы с вами читаем книга бытие 1 глава 27 стих и сотворил бог человека по своему образу и по образу бога сотворил их сотворил их мужчины и женщины как мы с вами видим на шестой день бог творит человека кстати может быть вы не в курсе но именно этот день считается традиционным днем начала лета исчисления в еврейском календаре и традиционно считается что именно в этот день так называемая роша шана наш праздник начало года я не буду об этом говорить у меня есть урок посвященный роша шане я просто дам в описании ссылочку я хочу обратить ваше внимание здесь на два момента первый что бог сотворил человека по образу и подобию причем здесь используют такие слова мы можем сказать мы как бы копия бога и разумеется здесь всегда возникает вопрос а в каком смысле мы копия бога какой бог и какие мы на этот счет есть масса ответов я хочу поделиться с вами тем что мне как-то в свое время открылось и я на сегодняшний день придерживаюсь этой точки зрения как вы знаете со страниц нового завета что еще еще прежде создание мира был приготовлен ко всему тому что ему должно пройти и хотя он еще не был воплощен в человеческом теле образ его который был воплощен вот спустя много веков к концу времен он был приготовлен раньше чем был сотворен этот мир и вот по этому образу будущего грядущего машеха мы и были сотворены и еще один момент который больше относится ко второй главе но я хочу сегодня здесь упомянуть когда мы читаем с вами во второй главе что бог сотворил женщину и привел ее к адаму адам говорит такие слова ты женщина потому что я мужчина мне всегда было непонятно каким образом это логически связано то есть каким образом связано что из того что я мужчина значит и женщина но если вы читаете на еврейском языке вы увидите что там используется практически одно и то же слово меняется две буквы он горит я ишь мужчина поэтому ты ища женщина и те две буквы которые там изменились я сейчас не буду подробно о них говорить потому что у меня в дальнейшем будут уроки посвященные очень тесно связаны с этими буквами обе эти буквы являются символами имени божьих другими словами можно сказать так что когда бог привел женщину к адаму он сказал ты такая же как я но тебя ну ты появилась в результате действия бога и добавляет таким образом к ее названию это эти буквы как одну убирает другое добавляет это дальнейшем мы видим на страницах священного писания многократно что когда действует бог изменяется те или иные имена например а авраам там добавляется буква именно вот такая буква как и здесь она добавилась к че почему я хотел об этом сегодня вспомнить хотя это немножко дальше интересно что раввины многие говорят о том что до того как произошло так называемое вавилонское смешание языков до того как бог рассеял человечество на земле был один язык это очевидно и этот язык по мнению раввинов был иврит почему потому что вот это один из таких текстов который показывает что то что в других языках не имеет смысла то я ну конечно не все языки знаю но я вот там смотрел например в русском языке в некоторых других языках ну как одно из другого следует непонятно а вот в еврейском это понимание абсолютно полностью прослеживается для меня как человека знающего язык это очевидно дальше мы с вами читаем такие слова седьмой день бог совершил свои труды которыми он занимался седьмой день он покоился от своих дел которыми был занят благословил бог седьмой день и осветил его ведь этот день почил от всех трудов его которыми бог занимался но я думаю вы понимаете что речь идет о субботе и я не буду глубоко вникать это ибо у меня есть уроки опять-таки я дам ссылки ссылочку в описании по поводу шаббата я хочу обратить ваше внимание вот на эту игру слов когда написано ваешбат то есть упокоился бог и и у этого слова покоился корень тот же самый который у корня суббота шаббат в третьем стихе буквально написано киво шаббат если мы читаем наш перевод тут здесь написано так ведь в этот день почил параллель между шаббатом и покоем она безусловно очевидно для каждого кто читает на еврейском языке мне просто трудно себе представить бога который ничего не делает ну на мой взгляд бог каждую миллисекунду или какая-то там единица времени меньше чем миллисекунда контролирует весь этот мир и он все время этим занимается что же произошло там когда бог почил отдел своих он таким образом сотворил шаббат субботу не как один день один день это тоже есть но как это место о котором как мы с вами читаем в послании к евреям четвертой главе в которой можно войти только благодаря жертве машиха кстати к сожалению вот в переводе на еврейский язык четвертой главы послание к евреям там не используется слово шаббат я не знаю почему это надо было бы спросить переводчиков на мой взгляд эта идея прослеживается там очень четко бог сотворил покой тем что упокоился от своих дел да и таким образом появился шаббат покой но как и говорит новый завет войти туда можно только благодаря жертве еще мощи тем кто уверовал в него и принял эту жертву и этого я вам и желаю да благословит вас всех господь до встречи на следующей неделе шалом алейхам